Привет всем подписчикам моего канала, а также нашей группы ВКонтакте и тем, кто смотрит нас впервые. С вами вновь Мелиха Ферья и я рад вам представить свежую подборку обновления PlayStation Plus. Подписывайтесь на мой канал и нашу группу ВКонтакте, и вы всегда будете в курсе самых свежих новостей, касающихся PlayStation Plus. Но прежде чем мы приступим, спешу поздравить вас всех с наступившим 2016 годом. Счастья, здоровья, удачи вам в этом году, чтобы все ваши желания осуществились и главное, чтобы они у вас были. А теперь обо всем по порядку. В январе нас ждет очередной набор игр, о них мы сегодня с вами и поговорим. И начнем мы, пожалуй, с PlayStation 4. В этом месяце мы получим игру под названием Grim Fandango. Одна из лучших приключительских игр всех времен вернулась, став еще лучше, чем прежде. Легендарная история Grim Fandango, повествующая о четырех годах жизни, или точнее смерти Мэнни, главного героя игры, была переработана и получила обновленную графику, звук и управление. При этом Grim Fandango остается все той же классической видеоигрой с неподражаемыми персонажами и уникальным сочетанием стиля фильмов, наур и мексиканского фольклора. Забавные пострелушки с другими игроками, на мощных танках или шустрых штурмовых авто, расширена кастомизация техники, от внешнего вида до вооружения. Все это вы найдете в новой игре Cardware Rivals. Ну а мы планопереходим к PlayStation 3. В этом месяце нам завезут Dragon Age Origins. Готовы ли вы стать Серым Стражем, одним из последних членов легендарного Ордена? Выбор пал на вас, и именно вам предстоит спасти государство, погрязшее в гражданской войне от давнего врага и объединить расколотые земли. Только вы сможете расправиться с Ордемон раз и навсегда. В игре также огромное количество диалогов, от которых зависит весь сюжет игры напрямую, как и в предыдущей части. Так что будьте осторожны в их выборе и готовьтесь к последствиям. Узнать правду о борьбе с мировым терроризмом нам поможет игра Medal of Honor Warfighter, в которой мы выступим в роли бойца одного из элитных подразделений. Сценарий игры создан на основе реальных событий, при участии спецназовцев. В игре будут доступны множество различных боевых гаджетов и вооружения. Вот мы плавно и подошли к PlayStation Vita, и первая игра, о которой мы с вами поговорим, будет Нихилумра. Это типичный пазл-платформер, в котором мы будем играть за некий черный силуэт существа по имени Борн. Действие происходит в ином мире, в котором за нами будет следовать тьма, которая, в свою очередь, может нас уничтожить. Мир в игре довольно опасен, и чтобы с ним совладать, у нас будут особые сферы с различными красками, которые, в свою очередь, обладают особыми способностями, какими именно, вы узнаете, когда приступите играть. Ну и наконец, последней игрой в нашем списке будет стратегическая игра под названием Legend of War Patton, в которой нам предстоит сыграть за генерала Паттона, командующего 3-й американской армией, участвовать в битвах Второй мировой и провести свои войска от побережья Северной Франции до столицы Германии. Итак, мы рассмотрели все игры, добавленные в этом месяце на все три платформы. Также вы можете приобрести множество других игр в магазине PlayStation Network по скидкам и не только, а еще и дешевле имея на руках PlayStation Plus. А на этом у меня все, с вами был Илья, подписывайтесь на мой канал и нашу группу ВКонтакте. Если вы этого еще не сделали, то ссылки вы найдете на экране и в описании к видео. Если понравился ролик, поддержи канал и поставь палец вверх. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем месяце.